Всем привет! Сегодня хочу вам показать долгожданную посылку из магазина Иголочка. Иголочка.com.ua. Это украинский магазин. Там можно приобрести наборчики украинских производителей дешевле, чем у нас в России. Единственное, что сейчас в период карантина стала доставка из Украины дороже. Но скоро карантин закончится и доставка опять станет прежней, в два раза дешевле. Посмотрите, какую сумочку на этот раз я выбрала. Да, в магазине Иголочка. Огромный ассортимент сумок, косметичек, клатчи. В общем, я когда это увидела, я просто не могу уже выбрать, какую сумку мне первую начать вышивать. В предыдущих видео я уже показывала, какие красивые сумочки приехали. И вот на этот раз еще вот такую заказала. Но в прошлый раз сумочки были из кожезаменителя, а эта сумочка из ткани. Вот видите, из ткани. Читайте внимательно описание. Там описано, какие материалы используются. Посмотрите, как эта сумочка сшита. Все очень аккуратненько. Но я считаю, что украинские производители преуспели в этом плане. У них очень большой ассортимент на любой вкус. Разные расцветки. Можно выбрать сумку с разным рисунком. Но я люблю цветы. Вот выбираю розы. Там, в принципе, можно разные выбрать цветочки. И сумки не комплектуются бисером. Бисер нужно подбирать отдельно. В магазине «Иголочка» есть услуга подбора бисера, который стоит совсем дешево. Меньше 5 рублей. Правда, нужно будет немножечко подольше подождать. Но, смотрите, девочки в этом магазине подбирают бисер. Бисер уже по весу подобран. Очень удобно. Не нужно ходить по магазинам, выбирать, покупать. Причем пакетики в магазинах все стандартные. А здесь уже вот сколько указано грамм, столько и есть. Я всегда заказываю сумку и заказываю подбор бисера для того, чтобы потом его не искать. Также есть здесь описание. И, смотрите, здесь еще есть ключ в DMC. То есть, вот, пожалуйста, указаны номера DMC. То есть, можно вышивать нишками, можно вышивать бисером. Вот такая вот заготовка. Так, ну и теперь давайте посмотрим, каким образом туда можно подлезть. Смотрите, вот такая вот пластиковая прозрачная вкладка идет для того, чтобы сумка держала форму. Так, ну и теперь нам нужно как-то умудриться туда подлезть. Ну, смотрите, вот то, что там идет вот эта пластиковая вот такая вставка. Видимо, вышивать нужно не подлазить туда. Вот так все с лицевой стороны. Да, конечно же, закреплять ниточку будет сложновато. Там есть сумки, где одна сторона не зашита. Туда легко можно подлезть. А здесь вот я вижу, что зашито. Ну, в общем, надо как-то изловчиться и аккуратненько это делать. В принципе, можно сюда подлезть, вот руку можно сюда просунуть, но вышивать вот так придется в два прокола. Вот из-за этого, конечно же, я не очень люблю вышивать сумки, что туда неудобно подлазить. Но результат просто будет обалденный. Такая ручка идет с карабинами. Вот все так аккуратненько, очень хорошего качества. Вы спросите, зачем мне столько много сумок? На самом деле, я не собираюсь со всеми этими сумками ходить по улице. Я хочу их вышить. Если будут у нас дальше выставки проводиться, то на эти выставки я отнесу сумочки. Вот, просто для разнообразия вышивать картины и вешать на стену мне не очень хочется. Пусть в коробке у меня будут лежать сумки, и я их буду носить. Ну, конечно же, иногда на выход я буду брать эти сумочки. Вот, видите, кармашки внутри. В этой сумке много-много отделов. В общем, очень даже красивые и аккуратненькие сумки. Но, конечно же, вот такую сумку из ткани нужно будет часто стирать. Все-таки из кожезаменителя сумки мне нравятся больше. Я описание невнимательно почитала. Я думала, что это сумка из кожезаменителя. У меня такая же есть черная, вот, а здесь вот я увидела вот такую вот беленькую. Но все равно для разнообразия, конечно же, пусть она у меня будет. Но для того, чтобы носить, я все-таки думаю, из ткани не очень практично. Хотя очень такая модная сумочка. Классно смотрится. Обалденно. Вот такую бабочку я заказала от фирмы Вдохновение. У меня уже есть в коллекции бабочки. Но это тоже мне очень-очень нравится. Ни одну бабочку я пока еще не вышивала. Но когда-нибудь обязательно их вышью. Там серия огромная. Этих бабочек вообще очень-очень много. Как я уже говорила, все скупать я их не хочу. Но по одной бабочке в свою коллекцию все равно иногда приобретаю. Вот такая вот классная бабочка. Смотрите, что еще я заказала. Это ключница. Ой, кстати, вот такая бабинка приехала в подарок. Руки мыли, еще помой. Очень актуально. Антисептик. Вот такая вот бабиночка. Такая деревянная ключница. Ключница от фирмы Верена. И сейчас мы вместе с вами посмотрим. Я ее еще не распаковывала. Я думала, это ключница большого размера. На самом деле нет. Она маленькая, аккуратная. Сейчас посмотрим комплексацию. Вот такая вот идет деревянная заготовка. Заготовочка, посмотрите, с разметкой. Очень люблю вышивать по разметке. Вернее, не люблю вышивать без разметки. Я всегда ошибаюсь. Посмотрите, она двойная. Получается, что сначала мы вышиваем. Потом мы вот так все это скрепляем. Вот сюда идут вставочки. Вот они, эти вставочки. Вот вставочки. Так. Осторожно, чтобы не потерять колечки. Так, вот эти колечки все надо сложить. Так, они у меня здесь рассыпались. Их много. И вот, что я совершенно упустила, что фирма Верена не комплектует свои наборчики бисером. Поэтому в следующий раз, когда я буду делать заказ в этом магазине, а я еще планирую сделать заказ в этом магазине, мне зрительница скинула ссылку на сумку. Там такая клевая сумка с подсолнухами. И когда я буду заказывать эту сумку, то обязательно закажу вот для этого набора бисер. Поэтому будьте внимательны. Если будете заказывать вот такой набор, то сразу заказывайте подбор бисера. Смотрите, вот эти деревяшечки, они идут как брелочки. Вот, видите, они подвешиваются к ключам. И потом вы заходите и вот так их вставляете вот сюда. Видите, как здорово. Кстати, можно приспособить эту ключницу для чего-то другого. Как такую декоративную панельку. И вот на эти карабинчики вешать. А я даже знаю, что я буду на них вешать. Я, кстати, сейчас придумала, прям уже на ходу, что я буду вешать. А вешать я сюда буду, наверное, вот такие брелочки, подвески. У меня уже много брелочков от фирмы Новостич. Это Новослобода. Выпускает вот такие подвески. Смотрите, какая красивая черепашка вышивается бисером и камнями. И еще вот такая вот подвесочка. Называется цветочная любовь. Есть у меня еще и другие. Смотрите, вот видите, она двухсторонняя. Вот такая черепашка на подвеске. Я думаю, что если вот на эту подвесочку прикрепить вот это кольцо, брелочек, повесить, и очень красиво будет на стене смотреться. Или в прихожей, или на кухне. Ну, не важно куда. Я думаю, что будет смотреться очень-очень классно. В общем, вот такая вот у меня замечательная посылочка. А в следующем видео я вам покажу наборчики, которые я заказывала к Пасхе, но они приехали попозже из-за карантина. Но ничего страшного на следующий год, а я их обязательно вышью. У магазина Иголочка есть свой канал на Ютюбе. Я вам оставлю ссылочку для того, чтобы вы могли посмотреть другие обзоры. Ссылочка на магазин будет под видео. Спасибо вам за просмотр. Не забывайте ставить лайки. С вами была Инесса. Всем желаю удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok